Я хочу говорить о очень важной проблеме, катастрофических процессах, которые происходили в геологическом прошлом. Большинство населения сейчас, после всех событий последних, цунами в Японии, цунами в Индонезии, сильнейшие землетрясения, думают о том, что мы переживаем какой-то новый этап развития Земли, когда эти катастрофические события происходят очень часто. На самом деле это не так. Такие события, как сильные землетрясения, цунами и другие, они происходили и в прошлом. Вероятно, в силу того, что сведения об этих событиях моментально появляются в самых разных уголках Земли, и вот создаётся такое ощущение всеобщей катастрофы. Но есть другие процессы, которые являются целью сегодняшнего рассказа. Это массовые вымирания в истории Земли, которые происходили в течение фонерозоя, то есть последние 540 миллионов лет, с некоторой квазипериодичностью порядка 60 миллионов лет. Вот об этом явлении мы сегодня и поговорим. Интерес к этому процессу, к этому явлению в геологической истории резко возрос после того, как стало ясно, что 65 миллионов лет назад на Юкатанском полуострове упал астероид, с чем стали связывать вымирания динозавров, потому что казалось, что это произошло в одно время. Мы об этом будем дальше говорить. И вот после этого правительства многих стран, развитых стран, стали уделять очень большое внимание. Появились большие фонды для учёных, которые занимаются этой проблемой. Вот могу привести пример. Профессор Герта Келлер из Принцентского университета. Она имеет ежегодный грант порядка полтора миллиона долларов. Значит, эти деньги дают возможность посещать самые разные разрезы на Земле и детально изучать события, которые происходили в геологическом прошлом. Основные вопросы, которые я хотел затронуть, это как быстро происходили эти массовые вымирания, как часто они происходили, природа массовых вымираний, движущий механизм. Ну, естественно, мы затронем проблему вымирания динозавров и сравним вот те процессы, которые происходили в эпохе массовых вымираний, и сравним с тем, что происходит сейчас у нас на Земле в постиндустриальный период, то есть в последние 150 лет. Само понятие массового вымирания предполагает такой отрезок в геологической истории, когда за относительно короткое время, ну, меньше 10 тысяч лет, вымирает более 50% всех живых организмов на суше и на море. Вот если посмотреть на геологическую шкалу, видно, что существует действительно пять таких крупных событий. Они получили название Big Files, Большая Пятерка, когда происходило вымирание достаточно интенсивное. Но кроме этого, в истории Земли существовали более мелкие события, менее катастрофические. Вот на этом слайде вы видите, зеленым обратным, обращенным вниз треугольником, показана вот Большая Пятерка, а треугольником синим, обращенным вниз, показаны более мелкие события. Ну и видно, что существует действительно некоторая периодичность проявления этих событий. На сегодня известно вот несколько процессов, которые могут быть названы в качестве возможных причин вымирания организма в геологическом прошлом. Вот на этом слайде видно, что вот первые пять, я их не буду перечислять, они взаимосвязаны. Что касается космической радиации и появления озоновых дыр, то эти процессы, как показали исследования, не могут быть ответственны за массовые вымирания. То же самое касается и инверсии магнитного поля, о котором в последнее время в средствах массовой информации очень много говорится, что поскольку инверсия магнитного поля предполагает на какой-то момент исчезновение магнитного поля и переполюсовка Земли, то вызывает естественные соображения, что происходит в этот короткий отрезок времени. Но вопрос о периодичности и инверсии магнитного поля он достаточно хорошо изучен. И на сегодня нет никакой корреляции с теми событиями, о которых я говорил, вот эта большая пятерка или более мелкие события. Таким образом остается два главных конкурирующих процесса. Это импакт, то есть падение крупных астероидов, который приводит к эффекту ядерной зимы, когда в течение, согласно моделированию, в течение двух недель практически уничтожается все живое. И другой процесс – это вулканизм, связанный с мантийными племами. Вот мы и посмотрим, насколько эти две версии в соответствии с современными представлениями, насколько они справедливы. Ну вот так получилось, что мой интерес в науке был связан с изучением мантийных племов. И когда появилось вот это падение астероида, мне очень хотелось узнать вообще, на самом деле это так или нет. Значит, вот здесь показан разрез, который в свое время вызвал появление громадного количества работ в мире, более нескольких тысяч за короткое время, примерно за 10 лет. Это связано с изучением разреза на границе мела и палеогена в Италии. Вот здесь показано справа, видна монетка для масштаба, и мощность этого слоя, ну, порядка двух сантиметров. Так вот, что оказалось? Оказалось, что человек, который изучал этот слой, у него отец был Нобелевским лауреатом по физике. И это был 1950-й год, когда появился нейтронно-активизационный анализ, и отец решил узнать, чем же занимается сын. И предложил сделать определение Иридия. И оказалось, что в этом слое содержание Иридия более чем 100 раз превышает среднее содержание земной кори. И вот после этого большинство людей поверили, что действительно вот эта катастрофа 65 миллионов килограмм, она связана с падением астероида, потому что казалось, что нет других причин, которые бы объясняли поведение Иридия. Вот такие высокие концентрации, близкие к тому, что мы имеем в космических телах. Ну, вот это известная картинка, значит, падения астероида, и что здесь происходит на Юкатанском полуострове. Значит, согласно многим оценкам, размер этого астероида достигал примерно 10 километров поперечники. Гипотеза Матери и Метплюмов предполагает процесс, который зарождается на границе ядра и мантии. Это так называемый слой ДС двумя штрихами. Откуда вещество выходит на поверхность с очень большой скоростью за счет конвекции. И вот проявление на поверхности вот этого процесса мы видим в виде излияния больших масс базальтов. Вот на этой картинке показаны базальтовые излияния на суше и на дне океана разного возраста. И действительно, объемы лав грандиозные. Если взять, например, сибирскую платформу, которая вся залита лавами вот типичного тропового плюмового магматизма. Если мы сопоставим во времени проявления деятельности мантийных плюмов и массовых вымираний, как видно из этого слайда, в пределах точности геологического определения с существующими методами мы видим очень хорошую корреляцию. То есть практически во времени они совпадают, хотя, конечно, это может и не означать причинный связь. Вот на этом слайде показано, какая корреляция существует между вымираниями и периодичностью в развитии мантийных плюмов. Достаточно хорошо видно, например, что самое крупное вымирание на границе Перми и Триаса, это 251 миллион лет тому назад, совпадает с деятельностью сибирских тропов и таких же проявлений базальтового вулканизма в Китае. Вот это очень интересный разрез, где работают 10 ведущих университетов мира в течение многих лет. Это граница Перми и Триаса. Вот желтым показаны слои пеплов, которые удалось датировать по цирконам. Но в пределах точности практически возраст этих трех слоев совпадает. Вот на среднем желтом слое стоит человек, он стоит на той границе, которая совпадает с массовыми вымираниями. Вот я сейчас вам хочу показать образец, привезенный из этого разреза моим коллегой Олегом Корчагиным, А вот сам процесс вымирания охватывает вот такую очень узкую полоску. Вот это так называемый 27-й слой. Вот видно 27-й слой. И в случае 27-го слоя происходило вот это вымирание. То есть это, согласно геологическим масштабам, этот процесс происходил достаточно быстро. Ну вот мы вернемся к очень интересному явлению, которое происходило относительно недавно, перед Французской революцией. Это извержение, трещина извержения в Исландии, вулкан Лаки, открылся и образовалось 25 кубических километров лавы. Значит, извержение происходило с июня 1783 года по 1784 год. Вот это извержение привело к очень печальным последствиям Европы. Здесь вот показано, что же связано, что происходит в атмосфере, когда действует вулкан такого типа, даже не очень большой. Вот за счет деятельности аэрозоли, который в циртосфере перемещается со скоростью порядка 200-250 километров в час, аэрозоль очень быстро разносится на большие расстояния от источника. Выделяется большое количество углекислого газа, сернистого газа, также соляной кислоты и фтористой кислоты. И все это приводит к кислым дождям. Вот здесь даны оценки количества летучих, которые выделились в течение этого извержения. И что очень важно, что в это время, когда происходило извержение, послом Соединенных Штатов в Париже был Бенджамин Франклин, который всем известен не только как дипломат, но как человек, который впервые раскрыт секрет молнии. Это вообще был выдающийся деятель, он был один из основателей американской конституции. И он очень детально описал все события, которые происходили. Это было во времена Людовика XVI. Вот на этом рисунке показано, как быстро этот аэрозоль распространялся. Самое интересное, что река Миссури, Миссисипи и Миссури, которые достаточно далеко находятся, замерзли. То есть падение температуры было весьма существенно. В Европе начался голод, летом не было урожая, увеличилась смертность. И вообще очень многие люди считают, что вот этот процесс, приведший к бессмертии, в какой-то степени стимулировал французскую революцию. Но так это или иначе, значит, вот необходимо было получить собственные данные, поскольку после распада Советского Союза все разрезы геологические, непрерывные, где можно было бы изучать такой слой, они оказались за пределами Российской Федерации, они оказались в Грузии, в Средней Азии, куда ехать было опасно. И самое ближайшее место, которое находилось, ближе всего к Москве, и мы вместе с моим коллегой из Корчагина поехали в Австрию. И нам удалось изучить разрез, вот здесь показана геологическая карта, и там вот местечко, видите, ГАМС. Вот этот разрез находится в Национальном парке под охраной ЮНЕСКО. Вот тут я сижу за сеткой, все это закрывается. Но благодаря помощи австрийских коллег мы получили вот такой монолит. Он виден слева, то есть он был вырезан из обнажения. Размеры его тут понятны, масштаб виден. Мощность слоя, как вы видите, соответствует примерно 2 сантиметрам. И мы начали его изучать, благодаря тому, что такой монолит лежал на столе, так как хирурги. Начали его изучать не через сантиметры, как делалось раньше, а через миллиметры. И вот справа показано, как это делалось. То есть вот как с каждого из этого 2-сантиметрового слоя выделялись отдельные слои, и они изучались. И вот что мы получили. Вот эта граница, нулевая граница, соответствует границе мела и полиогена. И мы видим, что действительно аномалии иридии есть. Но вот красным кружком показана та часть слоя, когда появились признаки импакта. И что еще интересно, что первое появление аномалии иридии видно значительно ниже границы. Точно так же, как две аномалии иридии существуют и выше границы. И это очень был важный момент в исследовании. И мы начали изучать все другие элементы. И вот оказалось, что на этой действительно границе мы видим очень хорошую корреляцию в поведении практически всех элементов. Вот мы видим цинк, медь, хром, никель. Но самое интересное оказалось в поведении мышьяка. Вот мы видим, что здесь показана концентрация мышьяка в граммах на тонну. В PPM это значит грамма на тонну, часть на миллион. И разрез. И вот содержание мышьяка оказалось равно почти 60. А вот красным показан импакт. То есть аномалия мышьяка появилась значительно раньше, чем признаки импакта, о которых изучение минералов. Значит, предельно допустимая норма для организма составляет 5 PPM. У нас здесь имеется 60 PPM. То есть превышение в 12 раз. В других разрезах, например, в Испании, концентрация мышьяка на границе, такой же границе, как вот в Австрии и в Альпах, составляет примерно 2000 PPM или 2000 грамм на тонну. То есть это гигантские концентрации, которые, конечно, приводят к очень сильным изменениям в атмосфере, то есть в воздухе, в воде, в растительной среде. Организм, которые живут либо на суше, либо в водной среде. В результате изучения минералогического состава, вот здесь показано красным и синим, те минералы, которые были обнаружены в нижней и в верхней части разреза. Видно, что часть минералов, такие как медь, золото и другие, они характерны только для нижней части разреза. В то время такие минералы, как муассанит, алмаз и аваруит, они характерны только для верхней части разреза. И отсутствуют в средней части разреза. Вот что интересно, что детальное изучение планктонных фореминифер показалось, что средняя часть разреза является мертвой зоной, то есть там следы жизни отсутствуют. Я вам сейчас покажу, как эти минералы выглядят из нижней части разреза. Вот слева видим серебро, справа золото и медь. Вот это первые находки очень интересной самородной платины и внизу вот эта платина, она сидит в виде пленки на зерне циркона. Это первая находка рения, природного рения, который известен только в следах деятельности таких вулканов, как Гавайи. Сфолерит. Вот очень интересно, понятно совершенно, что рост таких кристаллов может быть только в спокойных условиях. Малебденит и так далее. А вот в верхней части мы обнаружили прекрасные кристаллы алмаза. Это лансдеэлит, гексагональная модификация алмаза, которая была известна ранее только в железных метеоритах. Вот видно, что кристаллы алмаза, они обнаруживают тесную ассоциацию с шариками никеля. Вот они здесь очень хорошо видны. Причем это никель чистый, который на Земле неизвестен. И вот такой парогенезис алмаза и чистого никеля говорит о том, что это действительно может быть обриснено импартным событием. Вот здесь крупным планом показаны кристаллиты вот эти. А вот это очень интересный минерал, редкий минерал муассанит, который впервые был обнаружен в Аризонском кратере. Муассоном, за счет чего он получил название. Муассон вообще очень известный человек. Он получил Нобелевскую премию за открытие фтора в 1904 году. Ну и вот некое заключение, которое можно сделать в результате изучения этого разреза. Что нижняя часть вот этого 202-сантиметрового слоя, она образовалась за счет деятельности вулканизма. В средней части, где следы жизни отсутствуют, мы видим довольно большое разнообразие и появляется только в верхней части. То есть, если принять, что средняя скорость осадка накопления таких пород, вот таких черных глин, как вот в Альпах, составляет примерно 1-2 сантиметра в год, то это означает, что импакт произошел на 500 тысяч лет позже, после того, как уже само вымирание в водной среде, по изучению фораминифера, произошло. Ну и вот эта некая схема показывает, как работает мантийный плюм. То есть, вот справа колонка это маржирование аэрозолей, кислых дождей, которые приводят к обогащению атмосферы токсичными минералами. А слева это целый ряд процессов, которые происходят уже на глубине. Один из процессов, так называемый андеплейтинг, он приводит к увеличению мощности земной коры под трапами. За счет этого вследствие стадии происходит поднятие континентальной коры и статическое повышение уровня моря или понижение уровня моря. Тут в зависимости от того, где плюм работает. затем это может приводить к разложению и смещению углеродной метки и в конце концов к появлению бескислородных условий в морских условиях. Ну и причина образования вымирания динозавров получила очень интересное объяснение в связи с нашими работами, когда китайские ученые изучили скорлупу яиц в южном Китае, было найдено 6 кладок. И оказалось, что эти 6 кладок они охватывали интервал времени порядка 250 тысяч лет. И вот там, где на самой границе мела и полиогена были обнаружены патологические изменения в содержании в составе костей и в содержании микроэлементов скорлупы яиц. То есть это привело к тому, что скорлупа становилась настолько тонкой, что детенышей динозавров погибали. И поведение вот этих элементов, в частности мышьяка, она оказалась такой же, как вот в разрезе в Гамсе и в других разрезах на границе мела и полиогена 65 миллионов лет назад. Результаты проведенных исследований в Австрии, в Альпах по природе вымирания 65 миллионов лет назад они получили достаточно широкий резонанс. В 2010 году был проведен международный симпозиум, куда приехали в Австрию крупнейшие специалисты. По результатам этих исследований была издана монография на английском языке. Монография была издана геологической службой Австрии совместно с геофизическим центром РАН. В заключение я хочу сказать, очень важно. Значит, здесь вот показано, что происходило в атмосфере, начиная с промышленной революции, то есть это 1860 год. Здесь разными сплошными линиями и пунктиром показано производство меди, цинка и свинца и эмиссия, то есть выделение этих элементов в атмосферу. Видно, что максимальное содержание приходится на конец прошлого века. И вот что интересно, что содержание углеки с эволюцией происходит, как видно из этой кривой, происходит неуклонное увеличение. Возникает вопрос, что же будет в ближайшие 200 лет, что ожидает человечество. Значит, если в начале, до начала промышленной революции, то есть в спокойный период, содержание составляло примерно 280, ну, около 300 ппм в атмосфере, то по прогнозам в 2300 году это содержание достиг примерно углекислоты в атмосфере. И вот последнее предупреждение, которое дает нам изучение таких процессов в прошлом, это процесс резкого потепления, который происходил 55 миллионов лет назад, когда температура поднялась на 8 градусов, исчезли льды в Северном Ледовитом океане, произошло резкое выделение метана, и если посмотреть на концентрации углекислоты в это время, то они оказываются сравнимы с тем, что по процедуре в 2300 году. То есть мы должны быть очень внимательны и готовиться к этим событиям. Ну, так говорят процессы в прошлом. Значит, вот некий постскриптум к тому, что я сказал. Повышение температуры, которое мы наблюдаем, может привести к очень неприятным изменениям, которые сейчас фиксируются на территории нашей страны, в Арктике, за счет того, что вечная мерзлота начинает таять, а там содержится громадное количество кислородов, то есть реакция САС-4 плюс кислород, получается СО-2 и вода, и выделяется громадное количество, что начало выделяться громадное количество углекислоты, и если так пойдет дальше, значит, мне надо иметь в виду, что мощность вечной мерзлоты, зоны вот этого промерзания, достигает многих сотен метров, то есть это громадная территория по площади, вот всю нашу Арктику если взять, и на километр по мощности но где-то меньше во всяком случае это до вечерного результата чтобы было понятно то есть это громадная территория вот на этом наверное можно и закончить спасибо